Привет, это Рафт и мой плод Стрела. Мы находимся на острове, где летают падальщики, которые хотят меня убить. Довольно огромные падальщики, засранцы. И у нас здесь есть магазинчик на этом острове. Мы в него заходили в прошлой серии, если ты не видел, то вы смотри. Но чтобы в него нормально зайти, там пошопиться, мне нужно разобраться с падальщиком. Иначе он закидает меня камнями и сожрет мою тушку. Короче, для этого нам нужен лук. Лук я делать не умею, нам нужно его изучить, поэтому пошли. Стол знаний. Великий стол знаний, который все знает и которому я поклоняюсь. В этой книге есть все. Это как интернет, это как энциклопедия. Ну ладно, ну почти все. Значит, вот обычный лук. Мне нужен сок лианы и болт. Болты я, кстати, не умею делать, мне их тоже надо изучить. Вот он болт. Для него нужен железный слиток. А чтобы получить железный слиток, нам нужен горн. Вот она плавильня. Для нее нужен сухой кирпич. А как получить сухой кирпич? Естественно, из песка. Я, кстати, его, по-моему, умею делать. Вот он, мокрый кирпич. Ну и когда он высохнет, он будет сухой кирпич. Ой, блин, я жрать хочу. Жарься быстрее, уже желудок сводит. Я пожрал, теперь со спокойной душой можно добывать песок. А то на голодный желудок работает как-то не очень. Ах, ё-моё, я забыл совсем про акулу. Блин, я не думал, что она на мелководье будет плавать. Вот же жопа. Акула, выходи на частный поединок, один на один. Не из-под тишка, где ты? Шавка. Добыл, короче, четыре кучки песка. Можно сделать мокрый кирпич. А-а-а, нет, не могу, глина нужна ещё же. Вот же засада, да, в воде акула, а тут, блин, этот коршун парящий. Вроде пока акулы не видно. Давай-ка речь к нему своим здоровьем. Вот, кажется, глина. Ну-ка, ню-ка, ню-ка. Да, точно. Тут пока что акулы нету. Видимо, она сюда не заплывает, но хотя, что ей мешает? Чёрт! Ну ладно, чуть-чуть глины я добыл. Всё-таки мне этого хватит, чтобы изготовить мокрый кирпичик. Теперь его нужно высушить. Положу его на втором этаже, чтобы его акула, не дай бог, не сожрала. Вот. Пускай сохнет. Так, а это у нас что такое? Это руда, по-моему, медная. Да, точно, медь. Как ни странно, акула от меня почему-то отстала. Видимо, я слишком далеко заплыл. Надеюсь, что она не жрёт мой плод. Блин, вот это я плавал, так плавал. Уже ночь на дворе. Вот и настал следующий день. Тут, в принципе, ничего не поменялось. Всё так же опасно. Но у меня уже есть сухой кирпич. Он высох. И мы можем его закинуть в книгу знаний. Изучаем. Пока мой плод жрёт акула. Теперь нам нужно ещё изучить хлам. Изучаем. И открылась нам куча всего полезного. Ведро, фонарь, плавильня. Научиться. Всему этому хочу научиться, короче. Учимся, учимся, учимся. Загрузил себе всё это в башку. И теперь давай посмотрим, что там нужно для плавильни. Сухой кирпич, шесть штук. Ох, ё-моё. Это будет сложно. Ныряем за песочком. И глиной. О, кстати, ракушка. Гляди-ка. Гигантский. А! Вот это я не ожидал. Прям в пасе и залетел. Может её грохнуть? Либо приманку замутить, а? Слушай. Так, ладно. Пока она далеко. Стараемся добыть как можно больше песка. Смотрим туда. Вроде не видно. А она сейчас как? Сзади залетит? Ну, вроде тишина. Вон, развернулась. Гадина. А я встречаю её. Спикай! Ё-ё-ё-ё, я грохнул, прикинь. Ну, наконец-то можно теперь спокойно душой плавать. И, как всегда, у меня огромная куча акулевого мяса. И мне пора всплывать, а то сейчас вздохну от кислородного голодания. Так, ладненько. Жарься пока, акулка. Ну что ж, пользуемся моментом. Пока есть такая возможность. Вот они мои кирпичики. Конечно, я не успел всё сделать как надо. Потому что акула вновь появилась. Она где-то здесь плавает, скачина. Я бы хотел побольше набрать глины. Но, увы, ях. Мне, в принципе, этого должно хватить. Наложил кучу кирпичей, как бы это ни звучало. Мне этот остров очень много дал всякого материала. И ресурсов, и в том числе и водоросли. Где-то тут вот... О, рыба вот эта вот. Из этой рыбы классную штуку потом можно будет сделать, но я забыл, что. Так, водоросли, вот они. Мне они тоже нужны. Очень-очень нужны. По крайней мере, потом пригодятся. Надо придумать, как быстренько скоротать день. Я уже весь этот остров оплыл, всё пособирал по максимуму. Может, конечно, акулью голову водить себе на голову. Почему бы нет? Праздник, Хэллоуин, ё-моё. Акулий Хэллоуин. Было бы прикольно, если бы я прыгнул в воду. И акула признала меня своим сородичем. Но, конечно же, этого не произойдёт. Битва акул. Акула на акулу. Конечно же, эта акула не моя весовая категория, поэтому я сваливаю. Короче, у меня же тут кет с землёй есть. Может быть, рискнуть сбегать на берег. Где-нибудь семечек найти каких-нибудь и посадить уже что-нибудь. Во-во-во, цветок есть. Я ещё, знаешь, что подумал? Ох, блин, камень прилетел. Может, я здесь лук могу купить? А я там парюсь. А я там парюсь. Нет, тут рецепты, клаксон, шкаф. О, шкаф. Нифига себе. Присованный мусор нужен и монеты. Откуда я вам деньги-то возьму? Вы что, сдурели, что ли? Кстати, ягоды красные. Можно будет пожрать потом. Притащил я тут семечки. Давай-ка мы их сюда посадим. Наступила ночь, которую я так долгожданно ждал. Сегодня полнолуние у нас. Чтобы поспать. И мои кирпичи, твою ж, налево, они уже высохли. А что я тогда ночь ждал? Ну ладно, забираем, короче, неважно. Значит, ночью будем пахать. Надо только сперва цветочек полить. Я думал, что кирпичи будут дольше сохнуть, но они высохли очень быстро. А это говорит о том, что мне нужно сделать гвозди. И нужно побольше хлам ям. Вот он наш хламик. Сейчас насобираю его целую кучу. И сделаю себе плавильню. Ох ты, боже мой, у меня тут уже цветочек пророс. Роскошно. А я уже тем временем хлам весь собрал. И можно изготавливать плавильню. Не знаю, куда ее теперь поставить. Места-то маловато. Я думаю, что вот сюда. Самое одно. Ну и закидываем сюда, значит, дровишки. И, конечно же, железную руду. Ну а я, пока там все плавится, пойду подрыхну. Обожаю рассветы в этой игре. Они так красиво сделаны. Пришло время завтрака. Отзавтракаем огромным кусманищем акулы. И поставим акулу на обед. Ну и, конечно же, попить воды. А то сушняк. После утра всегда сушняк. А у нас уже плавильня должна была сделать слиток. Да, железный слиток. И мы можем себе позволить теперь болты. Это очень здорово. Изучить. Научиться делать болты. Улучшенный гриль. Да-да-да-да-да. И средняя грядка. Ништяк. Вот и болтик у нас. Изучаем. Теперь я могу делать лопату. Металлический топор. Металлический крюк. Большую грядку. Металлическое копье. И шарнир. Вау. О, кстати. Слушай, подожди. У меня же вот эта вот штука еще. Сокляны есть. Мы его нашли на заброшенном плоту. Надо тоже изучить. И получится, что... А где лук? А где лук? Чтоб она эта акула откусила часть плота моего. Лук что ли автоматически? А, вот он лук. Научиться, научиться, научиться. Ееееее. Жди меня, птичка. Скоро я за тобой приду. Блин. Рано я порадовался. Здесь нужен сокляны целых две штуки. А, сокляны. Он же из водорослей делается. Я же как раз насобирал. Я же как раз насобирал. Где-то вот шесть штук. Пойдем. По-моему, ее переплавить тоже можно. И все у нас будет пушком. Счастье полуштаны. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да. Отлично. Сейчас это все переплавится. И получится сокляны. Ляны я вообще... Ну, я сейчас вначале в стопор вошел. Какой сокляны? Где его вообще добыть-то? Я думал, это... В джунглях лианы же есть такие висячие, на которых тарзан перемещался, и обезьяны любят на них качаться. Фууууу. Вот и сокляны. Вот это каша. Делаем еще одну. И можно натягивать тетиву. Торжественный момент. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. И лук готов. Теперь осталось сделать только стрелы. Где у нас здесь стрелы? Вот они. Металлическая стрела. Для нее нужно перо. А где мы добываем перо? Конечно же, с птичек. И, походу, мне пора уже баньки. Значит, перо. Перо мне нужно добыть из чая, которых здесь сейчас нет на данный момент. А вот они. Вот они летают. Их нужно приманивать. Значит, вот этой растительности. Они любят ее клевать. И именно для этих пернатых я сделал грядочки. Сейчас мы их здесь разместим. На втором этаже. Блин, вот это здоровая, конечно, грядка. И вот эту вот маленькую еще. Вот сюда. Вот так вот. Раздобыл кучу семян, чтобы посадить это все сюда. Значит, вот здесь будет у меня арбузик. И здесь арбузик. И сюда. А сюда арбузики не помещаются. Да? Маловато грядочка. Так, ну что? Значит. О, блин, скотины. Пока я ходил, чайки склевали мои цветы. Ладно. Ловим этих негодяев. На живца, как говорится. Думаю, что арбузы они любят. Значит, я вот так вот сяду. Да, даже снизу вот так вот сяду. И буду ждать. О-о-о! Пошла, 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 пошла. Кажется, одну грохнул. Да-да-да. Грохнул, грохнул. Грохнул чайку. Блин. Есть два пера, отлично. Но места у меня тут нет. Так, надо семечки, наверное, высадить. Я тут что за цветком успел сбегать? Перо, 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 перо. Куча всего. Видимо, там дофига пера и мяса. Забираем. Помимо рыбы я теперь смогу съесть окорок. Мой деликатесик. Изучаем все это дело. И можем теперь делать кисточки и стрелы. Настало твое время, птичка. Стрелы я понаделал и достаточно прилично. У меня их теперь 18 штук. Так что я вышел тебе мстить. Сейчас натянем тетиву. Ты меня видишь вообще или нет? Раньше так и очень изрядно кидал в меня камни. А теперь что-то нехуй... О-о-о, кажется приземлился. Сейчас ко мне полетит. Сейчас полетит. Надо куда-нибудь встать как-то так грамотно. Ну давай же, давай же. Прямо на меня, прямо на меня, прямо на меня. Мимо! Ясно. Я разучился стрелять из лука. Все понятно. Напережение, напережение. Есть попадание. И по мне тоже попали. Ух, сколько перебто полетело с нее. Снова летит. Еще разок, еще разок. Есть попадание. Вау! И я удернулся. Вот это мне больше нравится. Давай, 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 давай. Ништяк! Три попадания. Там, кажется, у нее стрелы торчат из пуза. Прикольно. И сейчас она полетит снова ко мне. А я уже готов? Я уже готов. Надеюсь, эта стрела будет последняя. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, нет, не последняя. Ну, е-мое. Блин, уже ночь настала, пока я тут с ней ввожусь. Последний выстрел. Промахнулся, ну, е-мое. Ладно, еще разок. Есть попадание. Ну, это было не последний выстрел. Сколько я там стрел уже истратил? Е-мое. О, рядышком, рядышком, рядышком. И я, конечно же, мазю. Есть! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо-хо! Большая птичка! Э-э-э-э! Стой, 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 стой! Подожди, не катись никуда. Большая птичка. Попалась! Ну, нифига себе, она здоровенная-то. Ну, стой, ну, куда ты катишься-то в воду? Так, надо скорее его обдирать. Обдирать эту птицу. Огромная куча пера, просто мясо, башка и стрелы, конечно же, я свои забрал. Конечно же, оденем вот это вот на обошку. О, клюв! Клюв! Я теперь ястреб, ё-моё! Вот такой вот я теперь чёткий перец. А теперь пойду проведу эксперимент. Надо подрыхнуть. Кстати, надо... Ну, ладно, еда у меня есть, я это сажу с утра. Если я сейчас лягу спать, появится ли птица снова, как акула? Итак, утро, но птицы я не вижу. И это очень хорошо. У меня тут уже, кстати, арбузик подрастает. Один с клювали, конечно же. И цветок тоже с клювали, который я недавно посадил. Но зато у меня на голове трескун. Почему называют эту птицу трескуном? Я не знаю, это больше на какого-то огроменного коршуна. Ну, или на грифа. На грифа, конечно, больше это похоже, чем на коршуна. Ну, короче, ладно, не важно. Теперь я могу со спокойной душой обшаривать этот остров. Ну, а зачистка острова будет в следующей серии. Я и так достаточно времени убил на изготовление лука, поэтому не забудь поставить лайк за это, подписаться, если ты еще не подписан. И до скорой встречи. Увидимся в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok